Мне кажется, что все почему-то начинают забывать, о чем говорилось, и что это вообще нужно делать. Поэтому, когда мы рассматривали основные вопросы, которые необходимо менять изначально для того, чтобы менять качественно подходы и говорить о каких-то результатах, мы столкнулись с двумя вопросами. Это вопрос, каких изменений мы хотим, и вопрос, кто эти изменения непосредственно будет проводить в жизни. И тогда, с вопросом, чего мы хотим, всем все понятно, мы хотим качественно новой жизни, качественно новых услуг коммунальных, административных, мы хотим, чтобы было меньше коррупции, мы хотим, чтобы наши проблемы решались, а не заговаривались, и мы не получали отписок. И когда мы взяли все это в совокупности, мы поняли, что та структура, которая есть на сегодняшний день, она просто не работает. Что побудило нас, собственно, приступить к анализу, изучению изначально существующей структуры для того, чтобы найти подходы и возможные варианты решения этих проблем стратегически. Ну, безусловно, следует отметить, что нельзя ничего разрушить, не предложив чего-то нового взамен и не обосновывав того, как это должно работать. Поэтому в январе месяце этого года мы затребовали полностью данные в отношении существующей структуры по состоянию на 1 января 2016 года для того, чтобы понять, что у нас есть и как это работает. То, что лежит на столе, это те 2680 страниц в копиях штатных расписаний, положений в исполнительных органах, органах Николаевского городского совета и должностных инструкций тех чиновников, которые работают в соответствующих исполнительных органах. Когда мы начали это все анализировать, спасибо, собственно, волонтерам, которые помогли с оцифровкой непосредственно Сергею Петрову, это очень огромный труд. Мы его сделали специально для того, чтобы сделать максимально открытой работу над этими вопросами. Все результаты нашей работы мы внестили в открытом доступе, они есть на сегодняшний день. Далее мы покажем соответствующие ссылки, где каждый из вас в любой момент может зайти и посмотреть или проверить все то, о чем мы сейчас будем с вами говорить. При великому сожалению, мы не нашли этого на сайте городского совета. Хотя считаем, это наше убеждение, что все эти документы должны там быть для того, чтобы каждый человек, каждый горожанин этого города четко понимал, кому он идет, чего он может требовать, либо просить от конкретного чиновника и какой результат в такое время он должен получить. Соответствующие письма мы разослали в том числе в мэрию для того, чтобы все эти материалы были в открытом доступе размещены на сайте городского совета. Итак, что касается структуры. Перед тем, как что-то предлагать, мы проанализировали то, что есть. Мы взяли период в последние 15-16 лет, затребовав все структуры, которые существовали за это время. За это время практически, если возможно дальше, с 2000 года, если мы посмотрим по структуре, то она менялась где-то раз в год, два, максимум три. Но когда мы начали анализировать, что конкретно менялось, то по функционалу мы увидели, что не менялось практически ничего. Менялись кубики, которые делались, создавались, реорганизовывались по конкретных людей. Никакой привязки к функционалу, к выполнению тех или иных обязательств перед городской общиной, это привязано не было. Вот последняя структура, которая у нас есть, это структура 11-го 2015 года. Вот это та структура, которая на сегодняшний день висит на сайте городского совета, которая по существу содержала на 1 января 2016 года 846 единиц. После последних изменений, проголосованных в апреле этого года, еще на 16 единиц, вследствие передачи полномочий от миграционной службы, от регистрационной службы, еще дополнительно увеличилось подразделение ЦНАП, Центра оказания административных услуг. Вот непосредственно 846 человек на 1 января, и исходя из численности, которая там и взяты из Википедии, 494 381 человек населения города, это одна штатная единица на 584 горожанин нашего города. В данной ситуации у нас есть 16 юридических лиц, главных распорядителей средств. Когда мы задались вопросом, для чего столько, ответ, собственно, возник сам собой, для того, чтобы размыть и потерять контроль. Размыть средства и потерять контроль над ними. То есть, когда мы говорим, например, о финансировании строительства либо ремонта дороги, то ее финансирование или строительство либо ремонт может идти по нескольким направлениям. Может идти через департамент ЖКХ, это самый короткий путь, а может идти через департамент ЖКХ и соответствующие районы администрации. Качество предоставляемых услуг, с учетом того, что конечная договора заключает районная администрация, но мы все видим на улицах нашего города, нам о них рассказывать не надо. Соответственно, вне зависимости от того, что есть много рассказов, что контроль глобальный, тотальный и муха не пролетит, у нас, тем не менее, город в таком состоянии, в котором мы его видим сейчас, и у нас катастрофически не хватает денег на то, чтобы делать какие-то изменения. Вот как раз ссылки на соответствующие странички в сети интернет, где в открытом доступе выложены все штатные расписания по состоянию либо на номер 1-12, либо на номер 1-1, в зависимости от того, когда они окончательно устоялись 2016 года. с разверткой по должностным инструкциям там, где они есть. С удивлением мы отметили для себя, что, оказывается, не все должностные инструкции, не во всех исполнительных органах совета физически присутствуют. Из-за этого возник вопрос, а каким образом руководство тех или иных структур контролирует работу своих подчиненных, если у конкретных подчиненных нет даже заложенного функционала? И нет банального листочка, на котором бы соответствующий чиновник расписался в том, что он ознакомлен со своими задачами и с тем, что он должен делать на протяжении рабочего дня, из-за дня в день. Вот эта табличка, если возможно, в цели открыть, она более яркая и красивая. Мы сделали раскладку, исходя из того, какой качественный состав соответствующих исполнительных органов совета. И пришли к неутешительным выводам. Вот вы можете посмотреть изначально количество руководящего состава в каждом из исполнительных органов совета, количество исполнителей и соотношение. Вот непосредственно руководящий состав, вот общая численность. А это соотношение. Из этого соотношения можно увидеть, что на двух исполнителей у нас есть один начальник. И в зависимости от того или иного исполнительного органа городского совета это соотношение меняется от одного к двум до максимум одного к трём целым восьмидесятым людей, то есть к четырём. От одного к двум до одного к четырём. То есть при таком тотальном контроле у нас должна быть идеальная чистота в городе, новейший транспорт и все другие пушки, которые можно предположить, когда есть контроль. Следующая тенденция, которую мы увидели. Практически все 16 главных распорядителей средств юридических лиц являются удельными царствами. То есть для их деятельности созданы все вспомогательные структуры. А это есть отдельно обслуживающий каждый исполнительный орган совета состав юристов, кадровиков, бухгалтерии, завхозов, общих отделов, водителей, секретарей, экономистов, уборщиков, сторожей, операторов ЭВМ. Причём, если от каждого из чиновников требуется обязательное знание хотя бы на базовом уровне компьютерной грамотности, то 7 операторов ЭВМ, но выглядят, согласитесь, достаточно странно. Разно рабочих при количестве автомобилей 47 штук в парке и при общей численности 846 плюс-минус 1 человек, 847 человек. Вот эта табличка следующая. 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 Значит, к чему мы приходим? В штате насобиралось 196 человек, которые занимаются обслуживанием деятельности исполнительных органов совета. По факту функционал может отличаться незначительно плюс-минус 1-2 единицы на сегодняшний день. Соотношение подчинённых руководителям между 1-2 до 1-4. У отдельных руководителей вообще в должностных инструкциях не определены конкретные обязанности и функционал. Они ограничиваются участием в совещаниях, они ограничиваются координацией, сопротивлением, помощью и вещами, которые, скажем, не имеют определённой конкретики. В следствии этого, собственно, те бюджетные средства, которые выделяются на содержание и обеспечение деятельности соответствующих исполнительных органов, расходуются с достаточно низкой эффективностью. В следствии этого затруднён контроль за их расходованием. Что это означает в контексте обычного горожанина? Обычный горожанин на выходе получает очень длинную цепочку чиновников, к которым он приходит, подаёт соответствующее обращение, грубо говоря, в свою проблему, которая идёт иногда через 3-4-5 руководителей, попадая на 2-3-4-5 день конкретному исполнителю, сокращая срок рассмотрения для конкретного исполнителя этой бумаги, этой проблемы. Конкретный исполнитель не имеет задачи решить проблему. Он имеет задачи вовремя отписаться в отношении конкретного документа. О решении проблемы речь не идёт. И когда я, неоднократно встречаясь с чиновниками городского совета, задавал вопрос, ну а что вы делаете? Ну как, мы получаем ответ, мы отписываем столько бумаг, и, в принципе, услышав это, мы задались вопросом, а сколько же бумаг действительно отписывается. Да, действительно, их отписывается очень много, но столкнувшись с тем, что их отписывается очень много, и с тем, что в структуре есть соответствующий отдел по внедрению электронного самоуправления, который существует уже не один год, и результатов деятельности которого, собственно, не видно. Мы столкнулись с тем, что показателем качества и эффективности работы конкретного чиновника является количество отписанных бумаг. Не количество решённых проблем по обращениям горожан, а количество отписанных бумаг. Это есть подход, который культивировался на протяжении нескольких десятков лет, и, к сожалению, пока что продолжает культивироваться в том составе, который есть в нынешней структуре. Благодаря помощи волонтёров мы сравнили соответствующие показатели эффективности чиновников с несколькими городами, непосредственно с Херсоном, Винницей, Кировоградом, где отметили одну очень интересную тенденцию. При том, что чиновничий аппарат там ниже, количество денег, которое зарабатывает чиновник вследствие оказания административных услуг, то есть неналоговое поступление, на порядок выше, чем это есть у нас в городе. То есть мы в этой ситуации занимаем положение явных аутсайдеров. Далее. Вот такая картинка, которая показывает, что на одного чиновника, собственно, приходится определённое количество поступлений. Неналоговое поступление порядка 90 тысяч гривен в год. За административные услуги менее 17 тысяч на человека. От операции с капиталом зарабатывает каждый чиновник, условно говоря, менее 3 тысяч. Оплата труда одного чиновника, это среднее значение, в год около 60 тысяч гривен. И на содержание каждого чиновника, жителя города, ежегодно приходится около 100 гривен. То есть мы с вами из своего кармана ежегодно выкладываем по 100 гривен за содержание штата и структуры, которая есть на сегодняшний день. Проанализировали мы также вопрос оплаты труда чиновников и удельный вес 1,8% от бюджета города на сегодняшний день. Следует отметить, что этот показатель является невысоким в связи с тем, что в аналогичных, где мы взяли города в той же единице, это соотношение 2,2%. То есть там толк чиновников оплачивается выше. Исходя из проведенного анализа, дальше, если возможно. Исходя из проведенного анализа, мы позволили себе сделать выводы и предложить определенную концепцию подхода при формировании структуры исполнительных органов Николаевского городского совета, исходя из нескольких критериев. При том, что существует большое многообразие подходов, в частности, которые зиждятся на том, что 846 или 862 человека на сегодняшний день, это даже мало, что люди не успевают, людям надо добавить еще людей, еще денег, потому что добавился еще функционал, добавилось еще много страшных вещей, которые переданы от миграционной службы, от регистрационной службы, и так далее. Тем не менее, мы пошли совершенно по другому пути. Мы изначально взяли во главу угла, поставили горожанина. То есть нас с вами, и наши требования, и наша удовлетворенность от того, что происходит в больнице. И когда мы это сделали, мы совершенно четко для себя уяснили, что нужен максимально эффективный человек, который будет работать в исполнительных органах совета, который будет надлежащим образом оплачиваться, у которого жестко будут прописаны четко соответствующие полномочия и функционалы. А эти полномочия и функционал нужно брать неприменительно к тому, что человек умеет, а исходя из того, что написано в законе. И когда в этом анализе мы подошли непосредственно к результату, мы для себя определили, что в данной ситуации можно предложить реформирование в два этапа. Первый этап может выглядеть более косметическим, но уже на протяжении первых месяцев с момента его внедрения он может дать, с нашей точки зрения, я покажу по каинской мове, проголомчивый результат. До счет чего этот результат может быть достигнут? Мы убираем полное сотвоение функций там, где это есть, между центральным аппаратом на Адмиральской 20 и местными администрациями. А проанализировав функционал местных администраций, мы установили, что более 92% всего функционала полностью дублирует функционал здания на Адмиральской 20 и людей, которые там работают. Иными словами, удлиняется цепочка и хождение бумаг от чиновника к чиновнику. За счет этого мы теряем конкретного исполнителя и конкретное ответственное лицо за решение конкретной проблемы горожанина. Это первый момент. Второй момент. Мы забираем в одном кулаке всех чиновников, которые должны обеспечивать деятельность исполнительных органов Совета. То есть мы не говорим о том, что в каждом структурном подразделении в юридическом лице главного распорядителя средств бюджетных будет юрист, бюлгалтер и так далее. Мы говорим о том, что будет один департамент, который будет обслуживать все исполнительные органы городского Совета и сам городской Совет. Далее мы говорим, что из 16 главных распорядителей средств, между которыми распыляется фактически львиная доля денег, выделяемых на содержание исполнительных органов Совета, мы уменьшаем их до количества 5. Причем эти 5 формируются, исходя из отраслевого принципа. Далее мы его покажем. Дальше основной подход — это есть содержание структуры, то, что внутри. То, что мы увидели в части соотношения руководящего состава к исполнителям, то это не соответствует никаким критериям, где бы то ни было предложено. Мы пошли по пути и предлагаем непосредственно отделу формировать в количестве от 5 до 9 человек с одним руководителем. Управление, соответственно, от 10 до 20, департаменты от 20 и выше. Пять руководителей структурных подразделений, подразделений, точнее, юридических из главных распорядителей бюджетных средств, то умолчание в соответствии со статьей 51 закона Украины о местном самоуправлении в Украине входит в исполком Николаевского городского совета. Далее. Вместо ликвидированных районных администраций как юридических листов, то есть это не значит, что мы отдаляем услугу от горожанина. Мы говорим о том, что те должностные лица, которые будут работать по своему функционалу в исполнительных органах городского совета, будут иметь своими постоянными местами работы, соответствующие кабинеты и помещения в тех или иных администрациях, но они будут объединяться не по критерию администрации, они будут объединяться по критерию функционала сервисного центра. То есть это центр предоставления административных услуг, его кустовые, условно говоря, подразделения, это есть представители, которые будут заниматься жилищно-коммунальным хозяйством, содействием в развитии ОСНД и так далее. И это будет по каждому району. Будут, соответственно, администраторы, которые будут вести прием граждан, прием документации, немедленно ее регистрацию и передачу по принадлежности. Исходя из этих критериев, мы предлагаем создание пяти департаментов по отраслевому принципу. Первый департамент обеспечения деятельности Николаевского городского совета и его исполнительных органов. Включают общие и уникальные для всех исполнительных органов аппарат совета, юристов, уголкерию, кадры, АХО, централизованное и единое для всех проведение закупок и распределение ресурсов между всеми органами совета, транспортное и эксплуатационное направление, сектор работы со средствами массовой информации, отдел информационного обеспечения, сектор защиты информации и архив. Далее департамент инфраструктуры, ЖКХ, земельные и экологические вопросы, архитектура строительства, архитектурно-строительный контроль, распределение жилья, использование коммунальной собственности, транспорт, мобилизация, чрезвычайная ситуация. Департамент экономики и финансов. Это экономический блок финансиста вопрос инвестиций и внешнеэкономической деятельности, торговли, развития рынков и тому подобное. Департамент по социальным и гуманитарным вопросам. Социальная защита, труд, образование, медицина, служба по делам детей, органы опеки и попечительства, культура, спорт. Департамент по предоставлению административных услуг. Разрешительные процедуры, регистрация прав в соответствии с компетенцией, организация функционирования и контроль единых органов. Далее. Исходя из озвученных предложений, мы предлагаем внедрить множественную линейно-функциональную и матричную организационную среду управления. Почему так? Линейно-функциональная, потому что необходима четкая подчиненность по вертикали сверху вниз. Это то, о чем говорили изначально. Должен быть тотальный контроль за процессами, которые происходят в городе, и непосредственная на них реакция. Линейно-функциональная структура характеризуется тем, что есть вертикальная подчиненность, матричная тем, что есть горизонтальная. В департаменте по услуживанию деятельности исполнительных органов совета предусматривается несколько структурных подразделений, которые будут заниматься ключевыми для города вопросами, вопросами, связанными. То есть это и есть колл-центр, на который круглосуточно могут позвонить горожане, обручить свои проблемы. И этот колл-центр будет незамедлительно передавать эти вопросы и обращения в те структурные подразделения, которые их должны непосредственно решать, не ожидая дополнительных листов. Если речь пойдет о том, что конкретное структурное подразделение не сможет в полной мере решить эти вопросы, только после этого оно привлекает другие структурные подразделения по отдельной процедуре. Это есть объединение в одном отделе всех закупок, которые будут необходимы для обеспечения деятельности исполнительных органов совета. Начиная с закупок в компьютерной технике, бумаге, канцелярии и так далее, заканчивая на подряды на капитальное строительство, которые будут закупаться, конкурсы, на которые будут объявляться для реализации функций и полномочий уже при исполнении бюджета. Что это позволит сделать? Это позволит, во-первых, контролировать один орган, которые были заниматься закупками, вместо 15 или 17, которые есть на сегодняшний день. Что должен сделать этот орган, к чему он призван? Он призван внедрить непосредственно систему электронных закупок, тут же Прозоро, для того, чтобы использовать ее повседневно и перейти с бумажных носителей непосредственно на электронные и поставить задачи, что все потребности, которые возникают у исполнительных органов совета, они концентрируются в одном отделе и закупка объявляется не ситуационно разорвана, как это делается сейчас, для департамента ЖКХ 5 компьютеров, для администрации Ленинского района 10 и так далее. Это все разные тендеры, все разные конкурсы. Речь идет о том, что собирается потребность на приведенный момент, утверждается и объявляется конкурс на закупку соответствующего количества компьютерной техники либо других принадлежностей в более большом объеме. Чего это позволит достичь? Это позволит достичь, как минимум, уменьшения и экономии на стоимости. Кроме того, если говорить о тех же компьютерах, когда речь идет о закупке большой партии, можно говорить о дополнительном бесплатном программном обеспечении, которое будет сопровождать эту или иную партию в тех или иных моментах. И так далее. Что еще позволит достичь создания, скажем, вот таких структурных подразделений непосредственно концентрации в депутатике по обслуживанию исполнительных органов совета всех людей, которые занимаются непосредственно организацией деятельности исполнительных органов совета. Это позволит достичь единообразного подхода ко всему, начиная от представления интересов в судах, когда один юридический департамент формирует единую политику, в закупках, когда одно структурное подразделение собирая заявки формирует единую потребность, в той же сфере IT, когда один человек, или точнее один отдел формирует политику и выдвигает требования, в том числе технические требования, к технике, которая должна закупаться. Столкнулись мы с тем, что, например, в департаменте труда и социальной защиты на сегодняшний день компьютерное обеспечение, точнее обеспечение компьютерной техники находится на столь низком уровне, что там используются компьютеры 10 и более летней давности. Непосредственно я проехал по всем управлениям социальной защиты, которые есть у нас в городе. И обратил внимание, что это одни из немногих, кто каждый день, фактически на земле, предоставляет очень нужные, очень необходимые, очень актуальные горожанам услуги. Но я также столкнулся с тем, что люди, в том числе инвалиды, просиживают там в очередях на прием. И эти очереди на прием связаны даже не с тем, что люди медленно работают. Люди работают как раз достаточно быстро и адекватно. А с тем, что компьютеры, которые установлены в этих управлениях, крайне медленно обрабатывают информацию и, соответственно, удлиняют время приема на одного человека. Если мы обеспечим материально-техническую базу достаточную, можно будет говорить о повышении качества предоставления услуг каждому горожанину, которые испытывают в них потребность на порядок. И в конечном итоге все это упирается непосредственно в деньги. И когда очень многие говорят, и вследствие массовой информации, и на странице в Фейсбуке, мы видим восклассы из РАДА, кто же будет работать на полторы-две тысячи гривен в месяц, а это вот такая вот зарплата, и кто сюда еще придет, и так далее, и тому подобное. И вот вы сейчас всех разгоните, а кого вы наберете на такую зарплату, и все в таком духе. мы решили предложить концептуально какой-то подход. Подход, который зиждется на том, что вне зависимости от того, что мы предлагаем, привести штатную численность фактически к той численности, которая на сегодняшний день исполняет тот функционал, который исполняется прямо сейчас. Мы оставляем на данном этапе ту оплату, которая предусмотрена в бюджете на штатную численность в два раза больше. Плюс будем настаивать на том, чтобы она в дальнейшем повышалась. Почему? Потому что для того, чтобы обеспечить удовлетворенность нас с вами, как горожан, мы должны иметь профессионального и удовлетворенного своей работы чиновников, который получает действительно не полторы-две тысячи ливен и не может прокормить свою семью и вследствие этого смотрит в руки посетителя, а сколько бы с него взять и формирует коррупционные схемы, а четко может надеяться на определенную зарплату, которая состоит из обязательной заработной платы и заработной платы в качестве премиального фонда, который не ограничен своими размерами. И вот как раз на втором этапе, который мы предлагаем, необходимо будет прописать критерии KPI, то есть критерии эффективности для каждого чиновника, не только для каждого структурного подразделения отдела, а для каждого чиновника. И по концу месяца, когда чиновнику будет начисляться заработная плата, непосредственно будет рассматриваться, сколько из вот этих критериев KPI он выполнил, и исходя из количества этих критериев, выполненных, будет назначаться премия. И заработная плата может зарегистрироваться в достаточно серьезных крупных размерах. Далее. Кроме того, мы предлагаем на сегодняшний день внедрить отдел аудита и контроля, который будет заниматься контролем этих пяти департаментов, внутренним контролем, для того, чтобы предотвратить возможные ошибки злоупотребления и тому подобные неприятности, которые так или иначе происходят, и которые, к сожалению, скрываются местами только при проверках соответствующих финансовой инспекции, правоохранительных органов и так далее, но за которые почему-то нынешние чиновники не всегда несут ответственность. А вот это непосредственно структура, которую мы предлагаем с указанием численности каждого структурного подразделения. При этом мы можем смело утверждать, что мы полностью отошли от принципа формирования структуры, исходя из перестановки облиг, как это делалось на протяжении 15-16 лет. Мы предлагаем концептуально другой подход. Собственно, вот вы его видите. Он есть в открытом виде в презентации. За счет чего достигается уменьшение штатной численности? Уменьшение штатной численности достигается за счет устранения удвоения функций. Мы полностью выбираем штатные единицы, где есть задвоенные функции. То есть, если за вопрос отвечает уже один чиновник, второй чиновник за него уже отвечать не должен. То есть, если за дело отвечает больше одного человека, спросить, как известно, несколь. У нас так, потому что у нас спросить несколь. У нас такой город и такое качество предоставляемых административных в том числе услуг. Почему? Потому что спросить несколь. Следующий момент. Мы уменьшаем количество руководителей. То есть, людей, которые имеют должностные инструкции, функционалом участвовать в совещаниях. Участвовать в совещаниях не надо. Надо выполнять работу и решать конкретные проблемы конкретного горожанина. Плюс, мы из обслуживающего персонала, в частности, сторожа, работники, рабочие и так далее, мы их убираем и говорим, что это должен быть аутсорсен по соответствующему объявленному компасу. Более того, когда мы посмотрели количество и качественное наполнение сотрудников, которые занимаются обеспечением деятельности исполнительных органов городского совета, мы насчитали 41 бухгалтера. На 846 человек штата. 41 бухгалтер — это 1 бухгалтер на 20 человек. Что они делают? Причем это люди, которые вычленены в соответствии с должностными инструкциями, у которых прямо в должностной инструкции прописан этот функционал. Потому что, например, в департаменте социальной защиты есть бухгалтера, но которые не занимаются бухгалтерией, а которые занимаются начислим социальных выборов. Они выполняют свою другую функцию. И департамент социальной защиты, труда и социальной защиты, это единственный департамент, который мы предлагаем не ликвидировать, а реорганизовать. Почему? Потому что на сегодняшний день структура этого департамента максимально в части управлений в районах обеспечивают начисление социальных выплат всем незащищенным слоям населения. Мы не говорим о том, что он, в принципе, не прикосновений. Мы говорим о том, что его реформировать нужно крайне аккуратно. И, возможно, в течение года, о чем мы поведем речь дальше, на втором этапе, там придется даже на отдельные участки перебрасывать людей и добавлять. Почему? Потому что людей социально незащищенных становится все больше и вау работы у них будет все больше. Почему мы предлагаем на сегодняшний день ликвидацию 15 юридических лиц, главных распорядителей средств, а не реорганизацию? Что это позволит сделать? Это позволит прекратить все трудовые договора на основании пункта 1 ст. 40 кодекса законного труда. То есть люди, которые работают на сегодняшний день, когда эта структура будет внедряться, они должны быть уволены по сокращению штатов в связи с ликвидацией. Они не будут иметь права преимущественного оставления на работе. Что это значит? Это значит, что все коррупционные схемы, которые на сегодняшний день есть в стенах исполнительных органов Совета, могут быть разрушены процентом на 90. Далее, когда создаются пять новых департаментов, объявляется конкурс в соответствии с законом по службе в органах местного самоуправления. И набираются новые люди. Мы не отрицаем того факта, что даже сейчас в нынешней структуре есть люди высокопрофессиональные, которые отвечают за свою работу и работают эффективно. И мы отдаем себе отчет в том, что эти люди придут на конкурс и имеют все шансы этот конкурс выиграть и занять место в новой структуре. И им в новой структуре будут рады, исходя из того, что есть опыт, есть профессионализм, есть эффективность. Но этих людей по нашим расчетам может быть от 15 до 25%, максимум четверти. От одной шестой до одной четвертой. Все остальные люди это молодая кровь. Это незаэнгажированность, это отсутствие вовлеченности в коррупционные схемы, и это есть возможность построения концептуально новой по содержанию, по целям, по направлениям, структуры и деятельности исполнительных органов Николаевского городского совета. Первый этап, который мы предлагаем, возможен к реализации в течение трех месяцев. Почему мы его озвучиваем именно сейчас, почему мы не делали этого раньше? Ну, во-первых, был просто физический срок на то, чтобы обработать вот все вот это. На это ушло два с лишним месяца. Второе. Город должен был пережить зиму. И стрессов в этот период во избежание саботажа быть не должно. На сегодняшний день, если мы говорим об этой структуре, то ее довести, мы не говорим, что вот 441 человек это догма, мы знаем и можем обосновать, как ее уменьшить еще на 10%, либо как прибавить еще 10%, исходя из того, что есть отдельные участки работы, где потребуются даже на переходный период дополнительные люди. мы говорим и утверждаем, что несем полную ответственность за то, что ничего негативного в жизни города за эти 3 месяца не произойдет. И все будет работать по минимуму так, как это работает сейчас. Через 3 месяца мы можем утверждать, что придут реальные позитивные изменения, которые связаны в том числе с тем и с той стратегией, которую мы на сегодняшний день исповедуем. За эти 3 месяца должны быть ликвидированы 15 юридических лиц главных распорядителей и бюджетных средств и создано 5. За это время реально в соответствии с требованиями закона провести соответствующие конкурсы для занятия вакантных должностей. И новую структуру мы можем сформировать уже в августе месяце. И у нас будет как минимум 2 месяца на то, чтобы запустить ее без стрессов для города и ровно войти в новую зиму и обеспечить весь функционал, который требуется. Далее. После того, как мы запускаем новую структуру, мы говорим о том, что должен быть второй этап. Второй этап привязан к чему? К тому, чтобы максимально обеспечить материально-техническую базу для работы новой структуры. То есть заложить в бюджете уже на следующий год, до конца этого года, расходы на приобретение компьютерной техники, на построение локальных вычислительных сетей, на объединение всех локальных вычислительных сетей отдельных исполнительных органов, в том числе, удаленных исполнительных органов Николаевского городского совета, в единую муниципальную сеть управленческую, для того, чтобы впоследствии принять стратегическое решение в отношении внедрения конкретного программного обеспечения, перевода полностью на электронное самоуправление и электронный документ оборот всех структур Николаевского городского совета. Но для этого необходима политическая воля рас, достаточно серьезное финансирование два, и на протяжении всего года мы предусматриваем, что необходимо либо выделять деньги из бюджета, либо привлекать гранты для непосредственного привлечения профессиональных людей, в частности и чаров, которые будут заниматься подборкой дополнительно возможно кадров, либо заменой кадров, если будет обнаруживаться тот или иной брак в работе уже в существующей структуре. И через год мы говорим о том, что должна быть стратегия построения, стратегия города, к чему стремится город. И структура на втором этапе должна максимально приводиться в соответствие с той стратегией и обеспечивать исполнение тех функций и тех задач, которые перед собой ставит город как минимум на ближайшие 5-10 лет. И соответственно внедрение на втором этапе тех изменений уже в существующую структуру, да, она может подвергнуться еще изменениям, возможно также на протяжении трех месяцев, как и на первом этапе. Это срок необходимый для того, чтобы либо сократить, либо набрать дополнительных людей для обеспечения тех или иных направлений в работе. Ну, вкратце, это весь подход, который мы на сегодняшний день хотим предложить. И были благодарны вопросам. Да, это вопросы. У меня несколько вопросов. Если возможно попроще. Олег Деринюга, не крест. Есть такое мнение, что Вы, в том числе Сергей Михайлович Саков, несколько ставите в неудобное положение городского коммунга, потому что от него все в основном в том, каких-то реформ и изменения в том числе реализации структуры из внутренних органов мастер. Вы наверняка до того, как в Фейсбуке публиковали первые эти сообщения, до того, как здесь провели презентацию, Вы же с ним не публично как-то говорили. Вот что мэр говорит по поводу этой структуры? Будет мэр противиться или он ее принимает, или он ее предлагает доработать? Можете нам раскрыть? В данной ситуации что говорит мэр, это обратный вопрос задать мэру, потому что у него мнение может быть и оно может меняться и это динамический процесс. Поэтому я тоже не отвечу на Ваш вопрос. Потому что лично я уже увидел и это непосредственно была реакция средств массовой информации. Я полагаю, что Александру Федоровичу нынешние чиновники доносят информацию, что сие невозможно. И в частности невозможно по ряду причин, на которых я сейчас остановлюсь. И это обоснование дается не только городскому голове, а это обоснование дается из средств массовой информации, в том числе в комментариях на Фейсбуке, где запускаются бот и тролли, и говорится о том, что полностью как бы подход дилетантский, что не учтено то-то-то-то-то-то. Я сейчас объясню, что учтено и почему. Да, вопрос компетенции и внесение этого вопроса в соответствии со статьей 26-ой закона является исключительно компетенцией городского головного и исключительно его зоной ответственности. То, что мы делаем на сегодняшний день, мы берем на себя ответственность и говорим, что кроме разработки, кроме анализа разработки, мы готовы полностью взять на себя ответственность по внедрению этой структуры не просто в качестве сторонних наблюдателей, а в качестве людей, вовлеченных в этот процесс, либо в составе рабочих групп от соответствующих постоянных комиссий Николаевского городского совета, либо в составе временной контрольной комиссии, которая будет сопровождать эту процедуру от начала до конца. Раз хотел об этом сказать, насколько мы созданы рабочую группу, которая не собирается. Впрочем, как и в предыдущем созыве, это дело будет против изменениям в структуре. В общем, рабочая группа создана. И проблема, почему вот эти вопросы обсуждаются в Александровском, а не в городском совете на... Это не проблема, это публичное обсуждение. Я понимаю, почему вы не требуете, чтобы это обсуждалось на рабочей группе, не требуете ее созыва, чтобы все было шло... Вы же как депутат, не сможете... Олег, отвечу, не просто как депутат, а как юрист. Если вы обратитесь к статье 47-й закона в местном санкровлении, то там найдете, что рабочая группа может быть создана только лишь из... точнее, в контексте постоянной комиссии для Николаевского городского совета. Она создана? Нет. Она создана по предложению городского головы на сессии. Это создание рабочей группы, это не рабочая группа, это по сути фейк. Городской голова создал фейк? Городской голова не создал. Городской голова предложил создать рабочую группу, а как его поняли чиновники, как предварили в жизнь его идею, это уже второй вопрос. Наверное, именно поэтому она не собирается. Вы только что сказали, что это исключительно полномочия городского ГОМОВЫ, то есть вы как депутат, например, заручившись поддержкой ваших коллег, плюс еще я слышал на оппозиционных бомбах, которые голосовать за ГОМОВЫ. Ну, я слышал из выступления Дятлова. Вы можете сами ее прогнозовать? Будете ли вы это инициировать? Мы сами инициировать этого не можем в силу закона. Именно поэтому мы на сегодняшний день говорим о нашей максимальной открытости. Мы готовы обсуждать все вопросы, связанные с этой структурой, и предлагать городскому голове его вносить с тем, чтобы разделить с ним ответственность за ее внедрение. То есть, чтобы городской голова не оставался, извините, между двух огней и большего количества огней, а с тем, чтобы это внедрялось и с тем, чтобы это приносило пользу городу. Это и есть помощь. Мы взяли и срубили. Можно? Да.